Сейчас, уважаемые братья, позвольте предоставить слово нашему известному богослову Мухаммад Расул Хаджей и Саду Иву, пожалуйста. Я очень рад быть сегодня вместе с вами, праздновать вместе с вами этот великий праздник вашего села, открытие этой прекрасной, уютной, комфортной мечети – это большое событие для вас и для всех мусульман этой республики, потому что открытие дверей каждой новой мечети – это великое событие не только для обитателей земли, а также и для обитателей небес. Также прошу Всевышнего Аллаха, чтобы он принял сполна труд каждого участника строительства этой мечети, израсходованные все средства, которые были израсходованы в этой мечети, чтобы Всевышний Аллах принял и приумножил сотни в сотни крат, и чтобы в Судный день, как посланник Аллаха, салли Аллаху алейхи вассаляма, и обещает, чтобы этого человека ожидал дворец в раю. Коротко хочу, сколько бы мы ни говорили, я считаю, немного говорить и напоминать о пятикратной молитве. Пятикратная молитва – это тот ибадат, который каждый из нас ежедневно по пять раз совершает, но так и всю жизнь должным образом не оценивает. Мы очень недооцениваем этот столб. К сожалению, одним из явлений позора мусульманского общества является распространение среди мусульман таких болезней, как душевные расстройства, когда мусульманин обращается за услугами психологов. В Аллахе это позор, если откровенно сказать. Потому что мусульманин не должен обращаться к психологам, если он, не говоря уже об остальных аспектах веры нашей религии, если он должным образом исполняет пятикратную молитву. Аллах в Священном Коране говорит, «Обретут успех те уверовавшие, которые в своих молитвах смиренно говорит Аллах». То есть молитва – это для нас шанс, мы должны понимать. В первую очередь я это должен понимать. Я ничуть не отличаюсь своим каким-то качеством от всех. Мы все постепенно приобретаем халатность относительно пятикратной молитвы. А ведь пятикратная молитва – это не просто так, да, это фарз, это надо делать. Вот омовение сделал быстренько, пошел в мечеть, вышел. Нет, молитва, она возложена Всевышним Аллахом, потому что мы люди в этом предписании жизненно, то есть мы испытываем жизненную необходимость. Она для нас необходима, поэтому и возложил на нас Всевышний Аллах эту молитву. Потому что тот, кто истинным, должным образом совершает молитву, он торопится к ней, он ее любит, он думает, когда же наступит время и шанс еще раз встать перед Всевышним Аллахом, отбросить все мирское и искренне привязаться к своему Господу, где нет между тобой, между ним и между Всевышним никого, где он вступает в личную аудиенцию со своим Создателем. И какие могут быть болезни у этого человека? В Аллахе тот, кто совершает по-настоящему пятикратную молитву, этот человек отдаляется, избавляется от душевных болезней и от физических болезней. Если говорить об этом, целая лекция из этого выйдет. И поэтому Аллаху Та'ала так и говорит, обращаясь к нам, «Авзу билляхи мин аш-шэб аунир-раджим», «Воспользуйтесь, используйте для себя как средство от всего в этом Дунья, как средство для успеха и в Дунья, и в Ахирате, «Сабр и молитву», говорит Аллах. Поэтому наш посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, тот, кто на чьи плечи легли, то, что не легло ни на плечи ни одного из проповедников, из Дарья, потому что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, прошел очень тяжкий путь, путь борьбы, путь дауата, путь унижений, и он находил утешение, спокойствие и приобретал заряд и избавление, исцеление в молитве. И поэтому мы тоже можем это найти. Поэтому посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, всякий раз, когда приближалось время пятикратной молитвы, он, конечно, Билаль никогда не забудет сделать азан. Он вовремя каждый азан делал, но все же посланник Аллаха, саллиллаху алейхи ва саляма, ему говорил, «Арихна биха я Билаль». О, Билаль, дай же нам насладиться побыстрее этой молитвой, потому что после азана Билала вставали на намаз. Дай Аллаху Та'ала, чтобы он сделал нас из числа тех людей, которые получают, умеют получать истинное наслаждение от предписания пятикратной молитвы. Ва саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатах.